МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они рассказали о свадебном путешествии длиной в год. Нужно ли бояться автостопа и как совмещать работу и непрерывный туризм по всему миру? Псков очень географически удачно расположен, если путешествовать автостопом. Например, за световой день можно легко доехать до Петербурга, до Петрозаводска, до Великого Новгорода, до Смоленска, до Витебска, даже до Минска, до Москвы. До Турции, к слову, мы доезжали за три дня. Автостопом? Да, абсолютно реальная вещь. То есть три дня, конечно, это нужно чуть-чуть поторопиться. Может быть, один раз автостопом двигаться ночью, но за три дня вполне себе. Противники муниципальной реформы стращали, что будет хуже, чем раньше, что люди потеряют доступ к власти. Оправдались ли их опасения или слухи об убийстве местного самоуправления оказались сильно преувеличенными? Люди на земле что-то потеряли? Можно ли говорить о том, что цели муниципальной реформы постепенно достигаются? На эти вопросы искали ответы участники круглого стола на АПЛН-ФМ. Муниципальная реформа в действии. Мы сейчас реформу обсуждаем. По сути, это наша главная задача, чтобы люди не заметили этот бесшовный переход от района, поселения к округу. То есть услуга или полномочия, которые мы исполняем, не должны как предоставляли, так и предоставляться тем людям, которые живут у нас в деревнях, в поселках, в городах. Спектаклем «Дама пик» открылись гастроли русского драматического театра Удмуртии в Пскове. Свою режиссерскую версию известного пушкинского текста представил главный режиссер театра Яков Ломкин. Публика встретила гостей громкой овацией. Гастроли проходят в рамках проекта Росконцерта «Большие гастроли». Политический обозреватель, главный редактор Псковской ленты новостей Александр Савенко представляет новый выпуск информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Центральные темы выпуска – муниципальная реформа, кого еще встроит в вертикаль, обыск в офисе Псковского «Яблока», что искали и каким будет продолжение, дела партийные, какое поручение Дмитрий Медведев дал экс-псковичу Роману Романову и чего ждать от съезда эсеров. Смотрите и слушайте на ПЛН. Осень – это время, чтобы думать и творить, проводить время со своими близкими и перечитывать любимые книги, накрывшись теплым пледом. Однако многие осень не любят за ее уныние, холод, за дожди и необходимость надевать теплые вещи, за промозглый ветер и лужи. Почему люди впадают осенью в депрессию, как помочь себе не поддаться унынию? Об этом МК Пскове рассказал психолог-консультант. Сергей Калинин. По информации Национального научного центра наркологии, потребление алкоголя в России по сравнению с 2010 годом удалось снизить более чем в два раза. В то же время есть и другая статистика, согласно которой россияне в последние годы стали пить больше, а в 2023 году продажу алкоголя в нашей стране и вовсе установили рекорд. Так меньше стали пить россияне или больше, что по этому поводу думают федеральные и псковские эксперты. Об этом в программе «Дневной дозор». Актуальную алкогольную тему подхватил в своем музыкальном блоге и поэт и правдоруб Николай Рассадин, посвятив очередную песню предстоящему повышению цен на крепкий алкоголь. И о погоде в Пскове на завтра. В четверг, 24 октября, днем будет облачно с прояснениями. Температура от плюс 9 до плюс 14 градусов. Ночью пасмурно от 9 до 10 градусов со знаком «плюс». Ветер западных направлений умеренный. На сегодня это все. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на ПЛН-ТВ. Субтитры подогнал «Симон»